Мы продолжаем урок по недельному разделу Ваера. На первых уроках мы изучали сцену, которую Тора рисует довольно подробно, о том, как Всевышний посылает ангелов к Аврааму с тем, чтобы они сообщили ему о том, что родится у него сын, и вся сцена гостеприимства Авраама. Вот теперь Тора говорит дальше. «И встали оттуда те мужи и устремили взор на сдом». Обычно, как подчеркивает Раши, эти слова «устремили взор», ничего хорошего они не предвещают. Такое устремление взора, оно чревато. Авраам идет с ним и проводит их. Это тоже часть гостеприимства. Гостеприимство включает в себя не только необходимость накормить, напоить человека, дать им возможность отдохнуть, но и проводить его в дальнейшем в дорогу. «Господь сказал, утаю ли я от Авраама, что я сделаю? А Авраам ведь должен стать народом великим и могучим, им благословятся все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя, соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие». И сразу после этого «и сказал Господь, вопль сдомский и аморский, велик он и грех, их тяжел весьма. Сойду же я и посмотрю, если по мере дошедшего ко мне вопля они поступали, тогда конец. А если нет, то буду знать». Вот этим отрывком мы сейчас и займемся. Так, основа этого отрывка – это суд и наказание жителям с дома Аморы и еще трех городов, садивших в федерацию этих городов, расположенных на берегу. Сегодня это берег Мертвого моря. И начинается все это с того, что Всевышний говорит, могу ли я утаить от Авраама то, что я собираюсь сделать. Собственно говоря, а почему? Почему нет? Почему Всевышний должен докладывать Аврааму о всем том, что он собирается сделать? У пророка Амоса есть такая строчка, действительно, тоже в виде риторического вопроса. Сделает ли Всевышний хоть что-нибудь, не сообщив об этом своим слугам-пророкам? Но все-таки при всем при том вопрос остается. Раши здесь на месте говорит так. «Утаю ли я от Авраама то, что я собираюсь сделать в вздуме? Не подобает мне совершать это без его ведома». Творить суд над вздумом и наказывать жителей вздума без ведома Авраама – это нехорошо. Почему? Ведь я дал ему эту землю, и эти пять городов, они тоже принадлежат ему. Поскольку это земля, которую Всевышний пообещал Аврааму, то то, что собирается Всевышний сделать там, оно имеет к нему конкретное отношение. И Раши приводят здесь стихи, из которых ясно, что границы страны Израиля, которая была обещана Аврааму, они включают и эти пять городов, вздума Амура и три других. Так, неужели я истреблю, и кроме того, я дам ему имя, я дал ему имя Авраам, что означает Авамонгуим, то есть отец множества народов, стало быть, тем самым они все как бы стали его сыновьями. Так неужели же я истреблю сыновей, не уведомив прежде об этом отца? Так говорит Раши. В связи с этим у меня возникает такой вопрос. Казалось бы, можно было бы объяснить по-другому. А именно, почему Всевышний говорит о том, что я не собираюсь утаивать от Авраама, что я собираюсь сделать? А в самом стихе, в последующем, пожалуй, есть на это ответ. А Авраам должен стать народом великим и могучим, и им благословятся все народы земли. Что означают эти слова? И им благословятся все народы земли. В общем и целом, это повторение того, что уже один раз было сказано. В самом начале главы Лехлиха, в недельный раздел Лехлиха, там, где начинается вообще вся история Авраама, там сказано так. И я благословлю, когда Всевышний сообщает Аврааму, что он должен оставить свою страну, свою землю, уйти в Эритскран, в страну канонейскую, в страну Израиля, то дальше он ему обещает так. И я благословлю благословляющих тебя, и проклинающего тебя прокляну. И благословятся тобой все племена земные. Снова и здесь еще раз повторяю эти слова. Что они означают? Говорецы объясняют, что в этих словах и заложено, в принципе, избрание Авраама. Авраам становится родноначальником избранного народа. В чем суть избрания? Если до появления Авраама, мы видим, Всевышний общается со всем человечеством в целом, во всех предыдущих главах, будь то главы, которые рассказывают о потопе, будь то глава, которая говорит о создателях Вавилонской башни, чей проект закончился полным крахом, Всевышний имеет дело с человечеством в целом. Но после крушения вот этого проекта Вавилонской башни, когда человечество распалось на отдельные враждующие народы, этническая цельность человечества нарушена, безвозвратна, то теперь план управления миром меняется. Всевышний теперь не имеет дело со всем человечеством в целом. Он избирает себе один народ, который должен будет взвалить на свои плечи основную цель творения ее исполнения. Ну, кто этот народ? Из всех возникших тогда семидесяти народов, Всевышний понимает, что говорить не с кем. И тогда он создает искусственным образом новый народ, которого до сих пор нет. И весь только вопрос, из какого человека вывести этот народ? Таким человеком становится Авраам. Так вот, благословение, то, что все народы мира найдут благословение, в Аврааме означает так, что если Авраам сумеет реализовать, он, его потомки, сумеют реализовать цель всего творения, тогда это будет браха благословения для всех остальных. Если он не сумеет, тогда это будет проблема для всех остальных. Подобно человеку, который сидит у руля машины. В машине может быть много людей, но руль находится у него. Если он сумеет довести машину до места, до назначенного места, тогда это браха для всех, если не сумеет, если он заведет машину куда-то не туда. Проблема тогда для всех. Значит, получается у нас здесь так, что то, что Всевышний говорит, утою ли я Аврааму то, что я собираюсь делать, а почему нет, он сам себе отвечает. Да потому что я же его избрал, он же становится тем самым человеком, от которого произойдет избранный народ, поэтому от него я не собираюсь утаивать ничего. Почему тогда Раши нужно было давать другое объяснение? Раши аргументирует, почему Всевышний не собирается скрывать это в раму то, что он собирается делать, да потому что все происходит на его территории. Этот Сдоум, Амурая и другие города, они происходят на территории, которая дана Аврааму. И из-за этого Раши должен, когда он доходит до следующих слов, а ведь Авраам должен стать народным, великим и могучим, то у Раши возникает моментальный вопрос, а зачем это мне здесь нужно? Так как я раньше объяснил, понятно, зачем нужно, да это ответ на вопрос, а почему Всевышний должен рассказывать Аврааму о том, что он собирается делать. Но по Раши, поскольку причина того, что Всевышний раскрывает Аврааму свои планы, это то, что происходит всё на его территории, то зачем нужно дальше говорить, а Авраам же должен стать народным, великим и могучим. Раши здесь отвечает, приводит Медраж, и Медраж объясняет, а у нас есть такое правило, если упоминаешь имя праведника, надо его благословить. То же самое здесь, Авраам упомянул, а Авраам, собираешь ли я утаивать от Авраама, как раз если упомянул Авраама, самое место его благословить. И тут же Всевышний даёт ему браку, а Авраам же будет народным, великим и могучим. Правда, во втором комментарии Раши приводит уже Пшат. Пшат таков. Неужели же я буду от него скрывать, ведь он мне дорог, и ему быть великим народом, и в нём благословятся все народы земли. Это уже довольно близко к тому, что я объяснил раньше. Значит, Пшат получается в этом стихе действительно. Причина, по которой Всевышний раскрывает Авраама свои планы, это то, что от Авраама произойдёт избранный народ. Почему Раши поначалу не хотел объяснять это так? Почему Раши привёл это только как второй филонативный комментарий? Да потому что всё-таки вопрос избрания не озвучен здесь конкретно очевидными словами. А только понимаем нами в этих словах и благословятся в нём все народы земли. Поэтому Раши предпочёл сначала дать другой комментарий, а именно то, что Всевышний сообщает Аврааму о своих планах, ибо планы эти касаются его аврамовой территории. А то, что сказано в дальнейшем, это просто браха Аврааму. И только в конце Раши приводит второй комментарий, что причина, по которой Авраам раскрывается весь план, это то, что ему стать родоначальником избранного народа. Дальше есть фраза, которая очень трудно перевести на русский язык. В оригинале она звучит так. Если переводить буквально, калькой, слово в слово, получится билиберда. Получается это так. Конец понятен. Но начало, начало выглядит набором слов. Ункилус – это арамейский перевод Торы. Переводят это таким образом. Киедатив, я его знаю, не я его знаю, а имеется в виду, ибо я о нём знаю, то есть я точно о нём знаю, что он в дальнейшем, в будущем повелит своему дому соблюдать путь Бога. То есть тогда это получается аргумент. Почему Авраам станет великим народом? Казалось бы, мы получаем здесь ответ на вопрос, почему именно Авраам становится избранником. Ведь на самом деле, хотя Авраам, конечно, у него есть большие заслуги, и он самостоятельно сумел дойти до понимания того, что мир сотворён, что у него есть хозяин и творец, всё это великолепно. Но в мире было много людей, которые, может быть, не доходили своим умом. Но ещё к тому времени были живы и Шем, и Шем, который был в Нойван-Ковчеге, и Эвер, и люди, которые всё это знали, им не нужно было изобретать ничего нового, им не нужно было открывать ничего нового. Почему? Тогда эти люди не стали родоначальниками. Почему они не стали избранными? Почему избрание коснулось именно Авраам? Ответ на это. А у этих людей, хотя у них были ученики, но прямого продолжения, так, чтобы был построен дом, вот такой вот дом Авраама, в котором каждое поколение, поколение передавало бы от поколения к поколению, приходило бы из стафета, и передавалось самое главное, что необходимо быть служителями Бога, и потому творить добро и справедливость. Вот этого не получилось ни у Шема, ни у Эвера. У Авраама Всевышнего говорит, я о нём знаю, это будет в будущем, сейчас у него даже ребёнка ещё нет, но когда будет, когда будет ребёнок, Авраам повелеет, и у него получится. Хороший комментарий, хорошее объяснение, но проблема – некуда деть несколько слов, которые вылезают просто… Во-первых, написано киедатива, я знаю его, не я знаю о нём, а я знаю его, вроде как я с ним знаком. Во-вторых, после того ещё написано «Лыма на шер и цавэ» для того, что потому, что он повелик. А это куда? По переводу Ункилуса довольно трудно это объяснить. И посмотрим Раши. Раши говорит так. «Ибо я знаю его». Вот это слово «я знаю его», конечно, не имеется в виду, что я знаю о нём, но «я знаю» имеется в виду расположение. То есть он мне близок и симпатичен, я к нему расположен. Но каким образом Раши переводит слово «киедатив», которое вроде бы любой человек может посмотреть в словаре, оно означает «знание». А каким образом оно под пером Раши становится расположением? Раньше, если вы посмотрите внимательно, в целом ряде мест, вот этот вот корень «юдалет алев», корень, который в общем-то означает «знание», но он используется и как, например, значение «родственник». Как по поводу Буаза в книге Рут сказано, использован тот же самый корень, но им называется Буаз, имеется в виду, что он нас родственник, то есть наш близкий. А также и в других местах «киедатив» имеется в виду «я его приблизил к себе», Всевышний говорит о нём. И действительно, не так уж далеко продолжает Раши, ведь на самом-то деле, конечно, основное-то значение этого корня – знание. Да, но знание и близость, они сами по себе очень близки. Начнём с того, что в самом начале книги Берешит написано «Ваяда», «Адам», «Идхава» и что? И все переводчики, включая там традиционные синодальные переводы, другие переводят, «И познал Авраам», «И, простите, и познал Адам Хаву свою жизнь». Что значит «познал»? Вот с ней познакомился, имеется в виду, он мне представился, «Здрасте, меня зовут Адам», «Абаска». Что значит «твоя яда»? Ведь это совсем другое. Ведь это в виду, что была близость. Значит, слово «знание», корень «яда», смысл его – близость, объясняет Раши. И, конечно же, ведь чем ближе, когда мы приближаемся к человеку, то тогда мы и узнаём его. Потому что, любя человека, приближаются к себе и узнают его, знают его. Стало быть, то, что Всевышний говорит «ки яда атив», ибо я его знаю, имеется в виду, я его знаю, имеется в виду, я его приблизил к себе. Он мне симпатичен, он мне дорог, он мне близок. А почему? Потому что он заповедует своим сыновьям. И здесь уже слово «лыман ашер», для того, что потому что, по крайней мере, здесь они лучше звучат, чем в переводе «кинуса», то есть здесь, по крайней мере, второе слово «ашер», потому что оно в строку. Почему я его люблю, почему он мне близок и дорог, да потому что он заповедует своим сыновьям, чтобы дать мои пути. Так объясняет Раши. А вот теперь слушаем другой комментарий. Это Ромбак. Пишет Ромбан так. Ибо я узнал его ради того, что он заповедует. Сначала он приводит, цитирует комментарий Раши, что узнал здесь означает расположение, но Ромбан за этим не соглашается. И пишет он так. Мне же представляется правильным, что речь здесь идет о настоящем знании. То есть нужно понимать это слово буквально. Я его знаю. Мне он хорошо знаком. Как это связано со всем остальным судачным писем? Я с ним знаком ради того, что он… или потому, что он повелит своим сыновьям после этого? Продолжает Ромбан так. Здесь находится намек на то, что знание Бога, то есть его проведение в нашем нижнем мире направлено на сохранение видов. И даже люди отданы в этом мире во власть случая до тех пор, пока не придет их время. Однако с праведниками дело обстоит не так. Бог направляет на праведника свое внимание, знает его лично и постоянно сохраняет. И постоянно охраняет. И вот это знание и память о праведнике никогда не оставляет его. Об этом и сказано в другом месте. Не отведет от праведника своих глаз. И во многих других местах. То же самое повторяется та же самая тема. Вот глаза Бога на трепещущих перед ним и других. Сными словами. То, что сказано здесь в Пасуке. Кида, Атим, Всевышний говорит, ибо я его знаю. Знаю его лично. Почему? Да потому, что он ради того и потому, что он повелит своим сыновьям, своему дому после него соблюдать пути Бога. То есть он праведный человек. И поскольку он праведный человек, поэтому я его и знаю. Здесь уже созвел вопрос. Как это так? Получается. Праведника Всевышний знает, а те, которые неправедники, он их не знает. А не для него просто толпа. А не ему что-нибудь интересное. Как мы это понимаем? Проведение, то, что называется Ашгаха, смысл этого понятия, которое объясняет здесь Рамбан вкратце, сводится к тому, что Всевышний контролирует то, что происходит в мире. Всевышний контролирует, а этот контроль входит, в понятие контроль входит и знание о том, что происходит в мире. Всевышний знает то, что происходит в мире. Второй не просто знает, он им ещё и управляет. То есть есть здесь и прямая связь, и обратная информация о том, что происходит, и управление, то есть воздействие на этот мир. Мнение и Рамбана в Мурейн-Лухе, и Рамбана – это тот редкий случай, в котором два великих мыслителя древности находятся в полном согласии. Так вот мнение обоих, что то, что касается Ашгаха, Пратит, индивидуальный надзор касается только праведных людей. Поясним это лучше. Разлучают между Ашгаха, Клолит и Ашгаха, Пратит. То есть это общий надзор, или некоторые называют его ещё и видовой надзор, и индивидуальный детальный надзор Ашгаха, Пратит. Ашгаха, Клолит происходит из целетворения, то есть поскольку Всевышний создал мир и создал его для определённой цели, и в мире есть только то, исключительно то, что необходимо для достижения этой цели, ни одной лишней детали в мире нет. Любая мошка, любой-любой цветочек, любая звёздочка где-то в невероятно далёких концах галактики нашей или других галактик, всё это существует только потому, что в этом есть необходимость. Лишнего ничего нет. Но поскольку Всевышний создал все эти части творения для достижения цели, они все необходимы для достижения цели, это значит, что должна быть ещё и забота о том, чтобы пока в них есть необходимость, чтобы они существовали, раз, и исправно функционировали. Вот контроль Всевышнего надмира в этом плане называется Ашгаха, Клолит. Общий контроль, общее такое проведение, видовое. Почему это называют видовое? Да потому что с точки зрения, вот с этой точки зрения совершенно не важны детали и индивиды. То есть, если для какой-то цели Всевышнему понадобилось, чтобы в мире были коровы, ну, какой-то цель. Предположим, безусловно, то, что мы понимаем, как цель нам, она вроде как понятна, вовсе не значит, что это та единственная цель, ради которой Всевышний её создал. Ну, на нашем обывательском уровне понятно, что мы имеем с коровы, мы имеем мясо, мы имеем молоко, мы имеем кожу, из кожи делают филин, из кожи делают цифро и тура, из кожи делают ещё массу вещей. В общем, корова вполне полезное существо. В мире должны быть коровы и для мяса, и для молока, и для кожи, и для предаминта, и для всего этого. Сколько? Только сколько нужно. А важно ли здесь конкретная судьба, конкретные бурёнки, которые стоят в Хлеву, в каком-то поселении? Нет, абсолютно не важно. Да и нет индивидуумов уже, и личностей здесь нет. Всё, что здесь есть, есть поголовье скота. Всевышнему важно для того, чтобы мир исправно существовал, необходимо определённое поголовье коров, необходимо определённое поголовье оленей, необходимо определённое поколение волков. Более того, Всевышний создал ещё целую систему экологических связей, при помощи которых мир балансирует, и одна сторона балансирует другую. Всё это достаточно сложные науки. В общем, система, заложенная на работе – это HGH-клолит. То есть конкретная судьба какого-то индивидуума, отдельной особи точнее, здесь не находится в центре внимания. С этой точки зрения, если в данную секунду, например, такая-то муха попала в паутину, и кровожадный паук направляет на неё свой убийственный взор, то вряд ли мы будем говорить, что эта муха попала в паутину, в наказание за то, что за свои преступления против человечества или против кого-то ещё, что она, может быть, своим отвратительным вжижанием мешала какому-нибудь мудрецу изучать талмуды. Безусловно, речь идёт не о том. Здесь нет воздаяния, здесь всё, что существует здесь – это исправное функционирование мира. В скобочках. И хотя в целом ряде мест можно найти цитаты, из которых вроде бы следует, что да, существует воздаяние животным, то, безусловно, понимаете, следует буквально это иносказание, и речь там идёт только о определённого рода примерах, на которых человек должен учиться, но в это мы входить не будем. Так или иначе, мнение Рамбома и Рамбана, что всё, что касается животного мира, всё это управляется только на уровне Ашгаха-Клалит, общий такой видовой надзор, и ничего индивидуального здесь нет. Ну, а люди? С людьми это уже не так. Ибо человек, он участвует в творении мира не просто как одна из деталей творения, а он участвует здесь как он соучастник, он партнёр Всевышнего, наделённый свободой выбора. И поскольку у него есть свобода выбора, то сама свобода выбора приводит к необходимости признания того, что есть ответственный за поступки, паук не ответственный за свои поступки, и муха не ответственна за свои поступки, а человек ответственный. Стало быть, за всё, что он делает, безусловно, необходимо ему воздать. Более того, необходимо ещё и следить, чтобы он, пользуясь своей свободой, не сделал того, чего не нужно, а иногда необходимо и предотвратить какие-то же поступки, потому что он может сделать, быть может быть, то, что Всевышний не хочет, чтобы было сделано. Это не значит, что каждый раз, когда он делает что-то, негожее Всевышний будет вмешиваться. Вовсе нет. Дана свобода. В большинстве случаев Всевышний даст ему возможность реализовать. Но в целом ради случаев нет. Но, стало быть, здесь Ашгаха, надзор, контроль Всевышнего фокусируется на каждого отдельного человека. Так считают многие авторитеты, но не Рамбам и не Рамбам. Они продолжают здесь дальше. Ашгаха, пратид, то есть вот такая вот индивидуальная и детальная Ашгаха, она фокусируется только на праведниках. Так они пишут. Как мы это понимаем? А вроде как нас учили не так. А вроде как нам всегда объясняли, что Всевышний знает про каждого человека, и ему известны все поступки любого человека, не только его поступки, но и слова, и его мысли. Конечно. Конечно. Речь здесь идет вот о чем. Что касается знания Всевышнего о том, что делают люди, то здесь ему известен каждый человек, еврей и нееврей, и праведник, и неправедник, и самый-самый-самый простой, любой-любой человек, что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, что бы он ни подумал, все это Всевышнему известно. Об этом разговоры нет. И это они не отрицают ни Рамбам, ни Рамбам. Но что касается воздействия, а именно, то, что написано, то, что Всевышний охраняет ноги своих благочестивых, своих праведников, то есть не дает человеку оступиться, не дает человеку влезть туда, куда не нужно, вот это уже нет. И здесь, поскольку Всевышний создал природу с действующими в ней законами, то эти законы действуют. И если человек попадает в то место, где есть инфекция, и находятся здесь вирусы, то очень может быть, что и заболеет. А если он оказывается в том месте, где есть яд, может в нее провалиться. А если он попал на корабль «Титаник», который вот-вот айсберг уже выпал навстречу ему, и столкновение, оно уже неизбежно, а что делать? Люди утонут. Это верно по поводу всех людей, евреев и неевреев, но неправедников. Вот эта вот особая ашгаха, то есть особая охрана, которую Всевышний дает праведным людям, она фокусируется только на них. И вот об этом сказано здесь. «Ки да ати вы, я его знаю». То есть знание Всевышнего, а именно вот та самая охрана, и здесь комментарий Рамбана, он оказывается очень близким к комментарию Раши. А Раши говорит, что значит «и да ати, ибо я его к тебе приблизил, он мне близок, он мне дорог, он мне симпатичен». Это близок, знание здесь расположения. Конечно, вот такие люди, которые близки к Всевышнему, которые ему симпатичны, которые вызывают его расположение, по отношению к таким людям есть особая ашгаха, им не дают оступиться. Если такой человек попадает даже на Титаник, если он попадёт, скорее всего он не попадёт, Всевышний уже позаботится о том, что он не попадёт. Но если он всё-таки в изупрямости сюда, то-таки да, попадёт, придётся ему выходить сухим из воды. Остальные люди, остальные люди нет, если он идёт ко дну, они вместе с ним поедут ко дну. Но что касается праведников, то над ними есть постоянная опёка, когда Всевышний не даёт им оступиться. Все же остальные люди, так написано, даже люди отданы в этом мире, хотя слова Рамбана, правильно понимать, отданы в этом мире во власть случая до тех пор, пока не придёт их крема. Случая? Что имеется в виду? Абсолютная случайность? Случайности здесь нет, безусловно нет. Имеется в виду вот что, что Всевышний создал мир с его законами, и законы эти действуют, и если есть законы притяжения, и если есть другие физические и прочие законы, то они здесь подействуют. И человек, если он неправедник, при всём сожалению против этих законов, если они действуют против него, чего не поделать? Это не случай в классическом понимании, что это просто вещь случайная. Случайного нет. Всё, на всё воля Всевышнего, только эта воля проявляется здесь, как воля Создателя, который создал законы, действующие в мире. И эти законы, они-то и проявляют своё действие. Но как только доходит до праведников, то здесь это останавливается. Здесь есть индивидуальная опёка, которая, вопреки всяким законам, выводит их сухими из воды. И вот подобное знание, подобное Ашгаха, подобный контроль относится и к Авраму. Так пишет Рамбан. «По его словам, Киеда Атив, значит, я знаю его, почему? Почему над ним такая индивидуальная опёка? Потому что он заповедует своим сыновьям и своему дому после себя соблюдать путь Бога, творя добро и правосудие». Вот здесь имеет смысл остановиться на этих двух понятиях – добро и правосудие. В оригинале – «цдакао мишпад». Вообще-то, «цдакао мишпад» понятия, казалось бы, по крайней мере, можно воспринять их как противоположные. А им? Что такое мишпад? Мишпад – это строгая справедливость. То есть, что положено, то и получил. Не положено – не получил. По суду, по закону. «цдака». Ну, мы пользуемся этим словом «цдака», когда речь идёт о благотворительности. Например, когда бедному дают, скажем, какие-то деньги. Это не по суду. Бедняк, какой бы он ни был ни бедняк, не может подать в суд на богатого человека и потребовать по суду, чтобы тот поделился с ним или дал ему деньги на проведение пасхального седра. Ни один суд не примет подобных претензий. Как объясняет это разница между этими понятиями «цдака» у мишпад и такая? Мишпад, то есть справедливость, это то, что мы вправе требовать от других. Будьте честными, не воруйте. Если я работал на вас, заплатите мне зарплату. Если вы одолжили у меня деньги, верните. Это мишпад, это справедливость строгая. Это я вправе требовать от других человеков, от другого человека. Цдака, добро я не могу требовать, но я вправе ожидать этого человека. Почему? Потому что Всевышний повелел об этом. Это и есть Дер-Хашема, это и есть путь Всевышний. Он включает в себя не только мишпад, но и цдака. И Талмуд, говоря вот об этом, о том, как сводится здесь в одном предложении и цдака, и мишпад, и то, что я могу требовать человеку, и то, что я вправе ожидать, Талмуд говорит следующую вещь, что судьи, которые разбирают какой-то вопрос, в особенности, когда речь идёт об имущественных вопросах, то они обязаны, обязаны суда предложить судящимся сторонам компромисс. Что такое компромисс? Не то, не горячее, не холодное, а что-то посередине. Откуда это? Именно из того, что здесь сказано вместе. Здесь есть цдака у мишпад, или, как в другом месте сказано, то есть, с одной стороны, должен быть эмет, должен быть суд по правде, а с другой стороны, должен быть шалом, то есть, так, чтобы это всё привело к миру. Всегда суд приведёт к миру в тот момент, когда суд решит, что один человек обязан заплатить другому 12 тысяч шекелей, вряд ли между этими людьми очень может быть, что как раз всё будет хорошо и будет мир, но иногда это во всемиром не закончится. Так что справедливость восторжествует, но только не мир. А как же это, чтобы было с одной стороны и справедливость, и правда, и мир с другой стороны? А это как раз и есть вот тот самый, необходимость компромисса. Поэтому любой бейдин, любой суд, который разбирает такие имущественные вопросы, он обязан предложить сторонам прежде всего, давайте попробуем что-нибудь на мировую, может быть, у нас получится не выносить судебное решение, а где-нибудь посередине достигнем компромисса. Стоит, пожалуй, посмотреть ещё на одну деталь любопытную. Всюду, в Торе, везде, достаточно часто в Торе эта вот пара понятий фигурирует, но только порядок обычно другой. Сначала справедливость, а потом уже добро. Понятно. Если добро без справедливости, если добро без честности, то кому такое добро нужно? Если человек нечестно торгует, если он обманывает других, если он наживается на обмане, на мошенничестве, а потом он даёт сдаку, и он жертвует массу денег, и заработанный честным образом, он даёт массу денег на благотворительные цели. Такая дзадака не нужна, никому не нужна, Всевышнему прежде всего не нужна. Поэтому сначала требования, сначала сделайте мишпад, сначала будьте честными, зарабатывайте деньги честным путём, чтобы всё было по правде, по справедливости. Только потом уже можно говорить о том, чтобы делать дзадаку. Сначала мы сделаем то, что от нас можно потребовать, как и дмитрий Равмирш, а уж только потом, на втором плане, на второй стадии, то, что от нас люди могут ожидать. Почему же здесь всё изменяется? А станет это понятно из контекста. Напомню, то, о чём мы здесь говорим, Всевышний собирается расправиться с жителями с дома и Амур. И он сообщает о своих планах Авраам. А почему он с ними собирается разделаться? Сказано дальше, говорится так. «И сказал Ашем вопль Содома и Амуры, имеется в виду вопль людей, обиженных жителями с дома и Амуры, велик он и грех их тяжёл». А в чём, собственно говоря, их грех? В чём их грех? Посмотрим более внимательно этот стих. Может, следующий стих. «Сойду же я и посмотрю». И если по мере дошедшего до меня вопля они поступали, тогда конец. И снова мы здесь находимся в тисках перевода на русский язык, ибо перевести то, что сказано в оригинале, достаточно сложно, поэтому переводчик предпочитает здесь дать литературный перевод. А что сказано в оригинале? Сказано так. «Эрдана в эрээ». «Ха-кэ-ца-а-ката-а-ба-а-э-ла-ясу». «Кала». То есть спущусь, я и посмотрю. Если как по крику её, который приходит ко мне, они делали, тогда конец. Тогда им конец. А если нет, тогда посмотрим. А чей это крик? Что за крик? «Ха-кэ-ца-а-ката». Раньше было написано «И сказал Ашем, вопль, крик, с дом и аморы, велик, и грех тяжёл». Это тот же самый крик, которым раньше было? Нет. Потому что там это крик с дом и аморы. Это крик на дом, на амору. Но это никак. Дальше написано «ха-кэ-ца-а-ката». Здесь упомянутся существительные. В женском роде. И в единственном числе. Ни одного из них с дом и амура при всём желании. Может быть, как название городов, а не женский род, но не единственное число. А как же тогда это объяснить? Посмотрим Рашид там. Сначала Рашид приводит объяснение на уровне пшат. Чей это крик? Что это за существительное здесь, этот крик в женском роде единственного числа? Имеется в виду страна. Страна, она как раз женского рода, единственного числа. Страна, в которой расположены вот эти города. С дом и амура и ещё другие. Значит, если, как крик, получается, действительно, виновны городов не только с дом и амура, они всем известны здесь. С дом и гамора, с дом и амура, но там были ещё города. Так вот, все они обвиняемы. И если действительно всё соответствует, если они действительно поступают так, как на них жалуются, как крик, приходящий на эту страну, тогда им конец. Ну, конечно, этим пшатом Раши удовлетвориться не может, потому что, причём желание, он достаточно натянутый. Кто здесь временал страну? Речь идёт про сдом и про амуру. Множественное число. Откуда здесь вдруг вылезает единственное число? Поэтому Раши приводит здесь Медраж. Медраж, как мы знаем, требует обычно понимать текст буквально, не литературно, а буквально. Что же буквально? Что же это здесь за женский род выходит? Это вопль девушки, пишет Раши, которую предали в мученической смерти за то, что она дала поесть нищие. Вот что там произошло. Приговорили к смерти девушку за жуткий грех, за жуткое преступление, за то, что она дала нищему поесть. И как это так? Вообще, как понять, что это? Мы знаем, что слово «Содома» уже стало нарицательным, и это действительно воплощение всего зла. Что, собственно говоря, за злоба это? Содома и Амура все вот это вот место находилось в цветущем оазисе, вокруг которого пустынь, иудейская пустыня. Сегодня-то уже и этого оазиса нет в результате того, последующих событий, которые описывает дальше Тор. Но раньше это был действительно все нацветущий оазис. Мы с этими городами встречались чуть раньше. В главе Хлех-Леха, там, где рассказывается о ссоре между пастухами Авраама и пастухами Лота. И в результате этой ссоры Авраам предлагает своему племяннику Лоту, давай разойдемся. Давай, ты налево, я направо, ты направо, я налево. Выбирай. Лот должен выбирать, куда он пойдет. Авраам пойдет в другую стол. Сказано там так. «И поднял Лот свои глаза, и увидел он всю окрестность Ярдена, то есть Ярданскую долину. Вся она была напоена, если сегодня посмотреть это пустынное место, тогда наоборот, очень плодородная. Тора сама почернена. До истребления Всевышним с Домой Аморой была она как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Ярдена и двинулся Лот к востоку». Почему он избрал? Плодородная, богатая долина. Просто заглядей. Вот люди жили там. Ну а вокруг? А вокруг люди жили довольно скудно. И как обычно бывает, подобно города стран, в которых есть высокий уровень жизни, благосостояние, они чувствуют угрозу, если к нам начнут приходить люди, которые живут вокруг, голодные, безработные, всякие и прочее. Но если им чисто по-человечески помогать, то к чему это приведет? Они нас просто объедят, они съедят все, что у нас есть. И нам тогда не останется. А как же быть так? Скажем, первое ещё допотопное общество, это было общество анархическое, там власти закона не было, ни о каком правовом государстве речи быть не могло. После потопа новый вид государства, это уже тоталитарное государство, диктатура царя Немрода, там тоже особо правовое государство, диктатура, это вместе не получается, там только воля диктатора, она и всем управляет. А вот теперь новый шаг вперёд. Люди, живущие в доме, устраивают себе новую жизнь на новых основах, это правовое государство, и в нём есть закон. Но вот законы-то они какие? Законы сдомские, и по этим законам для того, чтобы оградить, значит, прежде всего был запрещен въезд всяких нищих, бродяг и так далее, есть миграционная служба, она не пустит, но при чём, при том, сдомские власти понимали, что если частные лица будут продолжать помогать всяким бедным и несчастным, то остановить поток этих бедных и несчастных в дом не удастся, поэтому был принят закон, который под страхом смертной казни запрещал любую, любой вид помощи людям, которые не резиденты, которые не живут в этой неграждании, не живут в этой стране. И вот когда одна девушка была поймана на таком вот преступлении, то сдомские жители не остановились перед тем, чтобы закон этот свой применить. Это особо подчёркивается, потому что есть иногда законы очень строгие и жёсткие, но они остаются декларативными законами, их не применяют, потому что уж слишком это здесь нет. В доме закон есть закон, и если это закон, то при всём желании. Жалко молодую девушку, жалко законную жизнь, но закон есть закон, и её предали смертной казни. Вот об этом говорит сейчас Всевышний. И если действительно они так поступают, как вопль, как крики этой замученной девушки, которую предали смертной казни за помощь нищему, тогда конец, такое общество оставаться не может, не должно быть. А если нет, тогда посмотрим. Так вот, именно этим объясняется то, что говорит Всевышний об Ивраме. Он заповедует своим сыновьям соблюдать, сохранять путь Всевышнего, делая добро и справедливость. На первом месте добро, а на втором справедливость. Везде в Торе по-другому, а здесь именно так. Почему? Да потому что здесь выясняется, что справедливость, закон, если он бесчеловечен, если вместе с ним нет добра, то тогда такой закон может привести к самым жутким злодеяниям. То есть мечта о правовом государстве – она замечательная вещь, но при одном условии – если это право, если этот закон сочетается вместе с добром, если нет, то это нужно превратиться в здон. То, что Авраам принесёт в мир, то, что его потомки должны привести в мир – это именно сочетание плага, творение благотворительности, добро и закон, и справедливость. Осталось нам выяснить дополнительные вещи. Как понять вообще то, что сказано – сойду я и посмотрю, если по мере дошедшего до меня вопля они поступали, тогда конец. То есть как Всевышний говорит, поступил сигнал, жалоба на жителей из дома, и надо разобраться. Надо разобраться, спуститься, посмотреть, если так – мы тогда будем наказывать, а если нет – то посмотрим. Как это можно понять, куда Всевышний должен спускаться? Нужно не сидеть на седьмом небе, да и без этого. Что означает вообще эта фраза, что здесь надо посмотреть? Что ему посмотреть? А Всевышний так не знает. Что ему надо смотреть? Ведь знание Всевышнего – оно абсолютное. Только на секунду. Несколько минут назад мы об этом говорили. Всевышний знает абсолютно всё, что происходит. Более того, он знает наперёд всё, что произойдёт. У него нет разделения на будущее, настоящее и прошлое. Всё в одном. Он знает все помыслы, все дела человека, все его слова. Что же ему нужно ещё? Куда ему нужно спускаться? Куда ему спускаться? Что ему нужно разбираться? А если они так действительно делают, тогда всё, тогда конец, а если нет – посмотрим. Как мы это понимаем? Раша. Раша говорит так. Спущусь, имеется в виду, т.е. на уровне пшат, не буквальное понимание, не зайду к концу их деяния. Это метафора, она существует в языке Торы. Лореда Тлисов да, там имеется в виду, когда, предположим, человек что-то говорит, я не очень понимаю, куда он клонит, замысел его мне не ясен, тогда я пытаюсь ему задавать наводящие вопросы или подумать для того, чтобы Лореда Тлисов да то, чтобы понять, куда он клонит. Здесь то же самое. Всевышний, что имеется в виду, ему никуда не надо спускаться. Имеется в виду, это метафора, имеется в виду, он хочет измерить всю глубину их замыслов и злодея. Другое объяснение Раши, это уже Медраж, что здесь Тора научила, дала пример судьям, тем, которые сидят, людям, которые сидят в суде, чтобы они любой вопрос разбирали только на уровне точного знания, подобное тому, которое можно получить, увидев все вещи. А не разбирали какой бы то ни был вопрос, только на основе слухов, сообщений, кто-то чего-то сказал, необходимо точное знание. Это два объяснения Раши. Рабио Вадия Сфорну, он даёт комментарий, который чуть-чуть похож на то, как Раши объяснил в Пша, только он делает ещё один шаг вперед. Говорит следующую вещь. Безусловно, перед нами метафорическое выражение, т.е. Лорейда, Тилсов, да, там имеется в виду действительно разобраться, а что же там, куда же они крынут. Он подчёркивает ещё одно. Обычно в Торе подобного рода выражение появляется, когда, с одной стороны, перед нами действие, вроде как безобидно или, по крайней мере, нормально. Но в дальнейшем из этого может развиться, это может привести к нехорошим вещам. Вот здесь вот это и означает, или да, это означает снизойти до конца их замысла, понять, куда это приводит. Это то, что будет все вышло. То есть, в принципе, это вполне соответствует тому, что будет до сих пор. Разве непонятно стремление многих стран и жителей дома, в том числе, ограничить свою страну, оградить её от иммигрантов? Ну, в самом деле, если есть люди, которые живут здесь, есть целый ряд работ, прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы у людей, которые являются жителями этой страны и гражданами этой страны, чтобы у них была работа. А уж только потом допускать к себе иммигрантов, исходя из жалости, из человеколюбия, гуманизма и так далее. Прежде всего позаботьтесь о своих, только потом уже думай о других. Вроде правда, вроде верно. Нужно, прежде всего, позаботиться о своих близких и только потом о всех остальных. Это общий принцип. И в Алахе он существует, тоже называется. Анией Ирха Кудмин. То есть, бедняки твоего города. Их очередь первая. Прежде всего помогают им, а уж только потом всем остальным. Значит, вроде бы логично, вроде бы даже всё нормально. И законы для этого принимаются, ограничивающие, охраняющие. Да, если сейчас посмотреть, как это, на первой стадии, всё нормально. Но если нарядить лицо в да там, но если спуститься и посмотреть логику развития, когда начинается вроде там, где у людей страха Божия, и там, где у людей стремления делать добро нет, а есть только сухой, строгий закон и соображения самые-самые логичные, в конце концов логика развития такова, что это приведёт в дальнейшем к очень нехорошем вещах. Как мы знаем, чего действительно это привело? В конечном итоге кончилось всё тем, что наказывали людей и предавали их смертной казни за помощь нищим, за помощь беднякам. Вот это и означает эрдана – спуститься. Всевышний спускается, понимает, видит, к чему приведёт Сдомский закон и на основании этого принимает решение. И об этом Всевышний сообщает сейчас Авраам. Не случайно здесь то рассвоят все эти сцены вместе, ибо самое начало главы – это описание гостеприимства Авраама. Авраам – полная противоположность того, что принято в Сдоме. Его дом абсолютно открыт, он приводит к себе любых. Рядом с ним живут люди, а не его соседи, живут не так далеко от него. Жители из дома, у которых всё наоборот, которые не только что не готовы принимать гостей и помогать бедным, наоборот. Они даже запрещают это самыми строгими законами и карают за их нарушениями. И вот Аврааму становится известно, что Всевышний собирается наказать этих людей. Ну, какая должна быть реакция? О, мы видим, что моя линия восторжествовала, и наоборот, те, кто противится мне, те, кто мои идеологические враги, они наказаны. Хорошо. Читаю дальше. «И обратились туда мужи и пошли в дом. Авраам ещё стоит перед Господом. И подошёл Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть пятьдесят праведников в этом городе. Неужели ты погубишь и не простишь этого места ради пятидесяти праведников в нём?» Всё наоборот. Авраам начинает упрашивать Всевышнего, даже спорить с ним, пытаясь отвратить наказание от жителей из дома. То есть те самые люди, которые являются его идеологическими врагами, противниками, именно за них он начинает просить. Посмотрим несколько деталей здесь в тексте. Во-первых, то, что сказано. «И обратились оттуда мужи и пошли в дом», то есть ангелы отправились уже в дом, они занимаются приведением приговоры в исполнение и самой проверкой перед этим. А Авраам ещё стоит перед Всевышним. В общем, Авраам ещё стоит перед Всевышним, а он никуда не приходил. Наоборот. Всевышний к нему обратился. Всевышний в пророчестве обращается к нему и говорит ему, чтобы ты знал, что вопль с дома и амура велика и грех тяжёл. Почему же так? Отвечает Раша здесь. Это то, что называется тикун софрим. Буквально это означает исправление песцов. Не дай Бог, не следует это понимать превратно. То есть, что вроде как нужно было бы сказать, а Всевышний ещё стоит перед Авраамом, но негоже так выражаться. Это неуважительно по отношению к Творцу мира. Что значит поэтому? Это значит, поэтому исправили в Торе софрим, песцы, переписчики исправили в Торе. Не дай Бог. Имеется в виду с точностью наоборот. То есть, хотя Тора сама говорит здесь уважительно, то есть, что Авраам до сих пор ещё стоит перед Всевышним. Имеется в виду, что Всевышний стоит перед Авраамом. Только использовано здесь уважительный оборот. Написано «И подошёл Авраам». В случае, он подошёл. Слово «Вайгаш» – подошёл, подступил. Раша объясняет, что это слово мы находим в самых разных значениях. «Вайгаш» – это означает и поступить для того, чтобы молиться и упрашивать, но и поступить. Это у нас есть и для того, чтобы бороться. То есть, Авраам здесь не просто борется, он не просто молится, он не просто упрашивает. Он здесь, в общем-то, и рискует. Он говорит довольно резко. И всё это ради своих собственных врагов. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? То есть, первая претензия разве может быть так, что постигнет одинаковая судьба праведных и нечестивых, если ты собираешься уничтожить город? В городе же, наверное, есть и такие языки и праведные и нечестивые. Может быть, есть 50 праведников в этом городе? Неужели ты погубишь и не простишь этого места ради 50 праведников? То есть, то, что просит Авраам – это не то, чтобы был здесь правый суд, чтобы наказали только нечестивцев, а праведников бы оставили в покое. Нет, чтобы ради 50 праведников Всевышний простил всё это место, весь этот город. Неблагопристойно тебе делать подобное, чтобы погубить праведного с нечестивым, и чтобы праведный был как нечестивый. Неблагопристойно тебе это. То есть, иными словами, Авраам обращается здесь к Всевышнему, как в дальнейшем… Это же то, что называется Хедуляшем – профанация имени Бога. Как ему потом будет объяснять, если люди его… Ведь он человек, который распространяет веру среди всех. Как люди потом его будут спрашивать, как это может быть так? Как эта кара Божья настигла город с домом, в котором мы живём. Какие люди есть? И приличные тоже. А вот приличные люди погибли там, попали под одну метлу вместе с мерзавцами. А как мне это потом будет объяснять? Неужели же судья всей земли не учинит правосудие? Вопрос, который возникает. «И сказал Господь, если я найду в доме 50 праведников внутри города, то я прощу всему этому месту ради них». Комментаторы спрашивают, что это за выражение такое? «Если я найду 50 праведников внутри города, то есть наружу, что имеется внутри?» Объясняют это так. Ибн Эзра это говорит, и более распространённо у Равиши. Имеется в виду следующее. «Если не просто есть 50 праведников, а имеется в виду, если 50 праведников внутри города, то есть они живут не скрываясь, и им не мешают быть праведниками, тогда можно этот город спасти». То есть, когда праведных людей, если считают просто за дурачков, за людей не от мира сего, за идиотов, над ними насмехаются, нормально. Это значит, что общество ещё не сгнило настолько. Если закон ещё, закон и власть, не запрещает людям быть праведными, тогда ещё это общество само… То есть, тогда спасается этот город не ради праведников, а ради самих людей, ради нечестивцев. То есть, они ещё не такие большие мерзавцы. Но если в этом обществе праведником уже нельзя быть, если их уже считают не только за дураков, но и за преступников, если добро с законом отныне объявлено как зло и преступление, и оно карается, и таких людей высылают, изгоняют или предают наказанием, тогда уже этого места оставить нельзя. И если там есть такой закон, если в этом городе нельзя быть праведником, тогда с ним нужно кончать, тогда одно только может быть – только уничтожить, а другого не будет.